Друзья, я вас приветствую! Сегодня у нас на обзоре новый игровой ноутбук от компании Asus. Эта модель имеет очень стильный дизайн и идеально подойдет для людей, которые занимаются монтажом или нуждаются в мощном компьютере для работы. Встречайте, ROG Zephyrus G15! Предыдущая линейка G15 получилась крайне удачной, и я был ей очень доволен. В этой же производитель решил еще больше прокачать свое детище и при этом не отходить от сдержанного минималистичного дизайна. Ноутбук имеет очень прочный каркас, который в основном сделан из монолитных металлических частей. Верхняя часть имеет фирменную перфорацию, и в этот раз производитель добавил сюда радужный перелив. Видно его не всегда, а только когда на крышку падает свет под определенным углом. Ему даже придумали название – Prismatic Shine. Пожалуй, это единственная спорная часть дизайна лично для меня. Все-таки, если уж делаешь стильный и минималистичный дизайн, то не нужно добавлять радужных переливов. В остальном все выглядит очень круто. Вес ноутбука – 1,9 кг. Размеры – 35,5 см на 24,3 см. Ну а толщина – 19,9 мм. По интерфейсам есть достойный набор. С правой стороны – замок Янгсингтона, кардридер и полноценный USB 3.2 поколения 2. С левой стороны разъем питания, HDMI 2.0, Ethernet разъем, еще один полноценный USB 3.2 поколения 2, разъем для гарнитуры и два Type-C разъема. Оба 3.2 поколения 2 и оба имеют Power Delivery и возможность подключать монитор. Открыв крышку ноутбука, что, кстати, можно сделать одной рукой, нас встречает очень классный экран. Это IPS-матрица диагональю 14 дюймов, разрешение 2К. В плане игр у нас тут имеется скорость 165 Гц, а для работы с видео и графикой мы имеем покрытие DCI-P3 100% и Pantone сертификацию. Как по мне, это офигенная комбо и для работы, и для развлечений. Еще нужно отметить, что шарниры ноутбука позволяют открывать крышку на 180 градусов, а также при этом он приподнимается немного над поверхностью стола, чтобы улучшить охлаждение. Встроенной вебки у нас нет, но производитель положил в комплект с ноутбуком хорошую внешнюю веб-камеру. А вот встроенные микрофоны тут есть, и они очень прокачанные. Тут у вас и шумоподавление, и различные режимы записи. Дальше мы имеем стандартную клавиатуру. Расположение клавиш привычное, ход хороший и нажатие приятное. Подсветка есть, она тут только белая. Цветная бы тут усмотрелась очень странно, учитывая строгий стиль ноутбука. Под клавиатурой находится огромный и очень удобный тачпед. Это один из лучших тачпедов в ноутбуках, и если вы планируете работать иногда без мышки, то он вас однозначно порадует. Ну и еще нужно отметить, что в таком компактном корпусе производителю удалось уместить целых 6 динамиков, которые дают очень достойный звук. Ну а теперь давайте о железе. Данный ноутбук очень круто заряжен в этом плане. Процессор Ryzen 9 5900HS. 32 гигабайта оперативной памяти. Накопитель SSD на 1 терабайт. Ну и видеокарта RTX 3080. Очень крутой набор железа, который отлично покроет и любые потребности в плане монтажа и работы, и в современные игры можно будет играть на максималках. Wi-Fi у нас, конечно, шестого поколения. Ну и предлагаю провести сразу пару тестов данной системы. Во-первых, Corona Render Benchmark. Ноутбук справился за 1 минуту и 41 секунду. Это просто отличный результат для такой портативной машины. Дальше погнали в игры. Call of Duty Warzone. Разрешение 2К и все на максималках. Единственная трассировка лучей отключена. И мы получаем в среднем 130 кадров в мультиплеере. В самой Warzone результат почти такой же. Там карта больше, зато замес гораздо меньше. В любом случае, игра просто летает. С трассировкой лучей будет в районе 80 кадров в секунду в среднем. Иногда может падать даже до 60. Но тут скорее проблема с оптимизацией самой Call of Duty. Следующая игрушка – это Cyberpunk 2077. Самой актуальной версии. Все на максималках. Разрешение родное. И мы получаем стабильные 60 кадров даже в самых загруженных частях города. Если заходим в помещение, то за 100 кадров счетчик сразу же переваливает. Короче, компьютер очень производительный и справляется совсем просто на ура. В плане температур, как ни странно, ноутбук показал себя очень хорошо. Процессор прогрелся у меня до 88 градусов. И это в основном при рендере, а не играх. А видеокарта достигла максимум 70 градусов. И для 3080 в ноутбуке это очень круто. Напоследок хочу затронуть тему батареи. Она тут 90 Вт-часов. Есть быстрая зарядка, благодаря которой можно зарядить ноутбук от 0 до 50% всего за полчаса. Ну и на полном заряде производитель обещает более 13 часов интернет серфинга. Из моих наблюдений могу сказать, что данная цифра на самом деле довольно приближена к реальности. Ну и давайте подводить итоги. Это очень компактный, очень стильный и очень производительный ноутбук. Лично мне он очень понравился. И если бы мне нужно было сейчас выбрать ноутбук для работы, который я буду носить с собой, то однозначно он бы был идеальным вариантом. Самую актуальную стоимость я всегда советую проверять в интернете, так как она со временем имеет тенденцию меняться. Ссылку на страницу с полным списком характеристик я оставлю под видео. И если вы еще не подписаны на мой канал, то настоятельно рекомендую вам это сделать. Так вы никогда не пропустите обзоры на самые новые и интересные гаджеты. Это был ноутбук ROG Zephyrus G15. Ну и как всегда, друзья, спасибо, что смотрели это видео и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok